регистрируйся на вайт кодом суперстарк 2024 вполне миссии получи игровое мышцы стоимостью в 16000 рублей включая премиум линкор кирпиц ссылка в описании друзья всем привет встречайте это обзор на новый премиум крейсер ссср 9 уровня тольятти которую можете получить из советской матрешки а советская матрешка получается из-за российской матрешки от советской шансом 16 процентов есть тольятти понравится гайд подпишись на youtube на бусте и конечно на twitch фишки тольятти это брендизе ветки ссср с другими снарядами а также здесь есть рлс начнем с бронирования а конечки стандартные 25 миллиметров палуба и скотц вернее броня служебных помещений 27 10 ниже тридцатка очень уязвимый тольятти цитадель здесь 150 миллиметров причем нет разнесенки и торчит из-под воды и тольятти можно убивать ваншотом и легко вытаскивать циты меня с одного залпа с двух передних башни убивал в упоре новосибирск помимо того что-то стадель легко пробивается в борт ее можно достать и через нос либо корму здесь 3 140 я с жанбара ввел также цвету поэтому тольятти не про танковку это крейсер маневренного боя играем от дистанции хп упрямо 48 тысяч 850 и противоторпеда защита 21 процент вооружение тольятти чисто визуально это пушки с брендидзи 12 орудий калибром 203 миллиметра но эти пушки намного лучше у них нету минусов вообще перезарядка быстрее чем у итальянца это 13,6 секунды и для этого калибра и для девятого уровня очень неплохо пушки крутится на 180 градусов за 25,7 секунды и у тольятти вторая башня сноса проворачивается на 36 градусов соответственно вы можете быстро перебросить три башни на противоположный борт брендидзи так не может дальность у тольятти высокая это 19,4 километра это лучше чем у брендидзи и лучше чем у зао и лучше чем у генденбурга без корректировщика так что кидайте будете с комфортом на отличную дистанцию и пушки точные они неплохо попадают даже в маленьких эсминцев на вооружении есть фугасы что дает нам огромное преимущество сравнить с итальянцем так как тольятти поджигает 2 850 и вероятность поджога 16 процентов при этом бронепробитие здесь 34 миллиметра и нам не нужна инерционка также бронебойки присутствуют максималка 4800 и за счет хорошей баллистики хорошей дальности и пробития тольятти без проблем вытаскивает стадели одноклассникам не особо бронированным крейсером ну например вы будете убить чапаева с цитаделями кутузова и японские крейсера типы и буки у этих пушек все замечательно дальность скорострельность пробитие баллистика идем к торпедам есть у тольятти и торпеды это 4 штуки с каждого борта с уроном 13 860 и дальность хода 8 километров они медленные заметно с 11 порезные торпеды брендизи здесь все-таки совет уступит своему происшественнику из италии но в любом случае торпеды это плюс можно где-то размять с линкором и за счет расходника дым и полного хода даже можно через дым и пикировать в у тольятти лучше чем у итальянца так как здесь советские зенитки аура 6 километров конечно тавика вы не отобьетесь но что-то сможете позбивать у восьмерки это дополнительный фарм заградки у корабля нет и маневренность отличная максималка 38,5 узла крейсер быстрый при этом не самая плохая циркуляция всего лишь 730 метров гораздо лучше муданского за счет этого можно успешно ворачивать снарядов ну и перекладка в этой сборке 6,5 секунды однако маскировка страдает тольятти с рулями светится на 14 километров но если вы умеете выживать это для вас не будет проблемой переходим к снаряжению хилки рлс поисковая на 12 километров при этом работает она как у петропавловского 18 секунд тольятти может успешно сделать два залпа по эсминцу но за счет калибра и точности даже двух залпов хватит убить наглых треугольников и кроме рлс которые уже и так полезно здесь есть дымы полного ходы их можно комбинировать с рлс к можно в дымах жать рлс q и эсминцев вообще удивлять они вас даже не будут видеть три заряда дымов и они здесь нужен для эскейпа например для разворота в каких технических ситуациях они работают недолго 27 5 но это все равно хорошее преимущество для атаки и для выживания боем все это покажу и сборка на тольятти берите роли за уголь точность разгон рули и перезарядку к так это прям николай кузнецов ваш выбор здесь стандартный билд на крейсер но если хотите можете баке смерти взять взорвать техник либо например тяжелые of и по bb снаряды собрали тольятти давайте переключаться на офигенный бой с кучей урона пятка со стримом если вы смотрели стрим тольятти против донского увидели этот бой это наслаждение но пока сплевить не буду он очень интересный удалось уничтожить ригу первый фраг в копилке и посмотрите что 203 калибр пробивает достаточно защищенный крейсер сср при этом донской я думаю ригу с такой дистанции не стадал еще одна в кузю цитан и уже 73000 тольятти здесь мы в топе списка гонка вооружений прессер какие впечатления ребят это имба вот просто корабль тянет не на девятый а на девятый с половиной уровень настолько хорошей девятки я давно не припомню уроди вообще тупо нет минусов есть все для комфортного нагиба я перечислял это и пробитие и баллистика и дальности и фугасы в отличие от брендизи вы можете поджигать при этом скорострельный брендизи читерные расходники рлс плюс дымы намного лучше на тольятти выживать чем на том же донском потому что дымы позволяют вам из каких-то неприятных ситуаций разворачиваться либо делать еще более интересные вещи ты ролосить в дымах или пикировать все это покажу при этом корабль по динамике отличный единственные два минусы которые все таки могу отметить оттуда гапа и не самая лучшая броня она похожа на броню комиссара на броню зао на броню того же кутузова и цтдл здесь ставить фатально вы должны умело разворачиваться и постоянно ромбовать но если у вас с этим проблем нет вы будете нагибать на тольятти очень жестко ребят это мощь 10 крейсера но на девятом уровне кто-то даже написал что тольятти по ттх лучше чем комиссар и я могу с этим даже согласиться разрабы и вообще не стали заморачиваться над его орудиями они сделали их максимально мощными ну и показательно то что почему-то пушка удалять 2 курица на 360 брендизи нет брендизи старый корабль это новые его должны покупать что касается покупки друзья здесь все просто есть ресурсы если вы хотите реально крутой прям крутой корабль метовый сильный влияющий на бой за счет опять же русский будете кромсать эсминцев то да здесь объективно надо забирать надо тольятти однозначно получать потому что ну и вот это х это это жестко это очень жестко я не знаю будет он потом за уголь продаваться будет ли какие-то другие ресурсы но в умелых руках это просто нагиб машина но при этом если вы не хотите вкидывать покупать этих матрешка все-таки это еще тот рандом то ребят ну вас тоже можно понять решайте сами брать или нет но корабль от меня заслужит ранг с это высочайший ранг на самом уровне с мало кто заслуживает все как у бисмарк юмихари здесь жму дымы и так не может донской представьте на донском я если буду въезжать ну скорее всего меня вылумы просто стадель с японского линкора с бисмарка но здесь есть такой интересный ход к нему виде дому в полного хода да пусть 27 секунд они работают до их всего лишь три но если уметь это жесть какая имба я не стреляю не хочу светиться напоминаю что из-за калибра при выстреле из дымов тольятти засветится на девять километров ловимся как который играл очень агрессивно скорее всего он хотел сюда поджаться думал чтобы прикроет союзники но он стал сам добычей 12000 залпов фугасами еще две торпеды можно было кинуть чуть правее я бы уже убил авик но сделаем это немножко медленней пусть жертва не теряется 173 тысячи киловика мастер ближний бой еще 25 самолетов срубили ребят тольятти если сравнить с брендизи намного сильнее здесь есть фугас здесь лучше дали здесь есть рлс к здесь лучше скорострельность до корабль даже точный я играл и вспоминал флэшбеки с зао за у с уникалкой конечно японец будет получше по точности но тольятти не уступает просто в корабля ну нету никаких значительных недостатков эти мне еще понравился камуфляж если вам интересно это не российский триколор а его стоковый просто в альтернативном цвете выглядит супер вылазит минск он уже в этом бою сожрал хипера сложно понять как ведь у немцы скорее все должен быть габ но этот проворный эсмин ссср уничтожил восьмерку я отомстил уже сто восемьдесят тысяч и точку а сейчас берет эдинбург а также японский линкор юмихари тачка неприятная все таки у него отличное орудие и за счет корректировщика с оптика он может очень точно стрельнуть а броня у тольятти плохая да это 150 миллиметров и борт здесь ни в коем случае не надо давать углы пуска кстати смотрите хороший и наделаю проброску в юмихари крусти ли вокруг острова чтобы не подставиться японцу жрет он пару торп и это за топ такие пикировки у меня получались не один раз я в первом бою на тольятти на стриме где с донским сравнил эффективно смог вывести кремля в похожей ситуации за счет дымов подходил и скидывал торпеда дальше разворачивался и выживал вот этот момент что ты можешь развернуться это очень большой плюс еще одна пачка торпед в японца и он жрет сразу три это за топ 217 тысяч уже три фрага 6 или куча сбитых смотрит этот бой получил какой-то колоссальное количество опыта да конечно катки будут не всегда на тольятти настолько крутыми но корабль решает это и влияние на бой и он набивает он еще урон одновременно хорошо просто пушка бомба так это девятка то и балансировщик с ним обходится лучше чем десятками вы будете всегда попадать в размазан быть здесь девятки их уничтожать на кайте корабль вырывает легко линкор и поджигает за счет точности и маневра вы сможете условного коня быстро сжигать он по вам не особо будет попадать ну и агрессивно можете переключаться на бэшки и стаделить как я сейчас буду делать с эдинбургом британский крейсер в восьмого уровня смотрите баллистика точность минстель но здесь британец подвернул все равно 7 800 уже 238 241 тысячи пишите что думаете про талятин ребят корабль реально очень крутой и вряд ли его будут резать потому что это према их обычно никто не трогать максимум просто не буду добавлять в продажу переключился я на фугасы у нас три перезарядочки обратите внимание все таки когда и здесь не настолько быстро как сейчас но это гонка вооружений и у меня подстилил эдинбурга немецкий линкор до гросса обидно но сейчас остается два тяжика у нас уже колоссальное количество дамаги и в этот момент я понял что надо идти на 300 тысяч здесь немного торопился поэтому какие-то залу будут не очень но ничего домов нету поэтому надо играть аккуратней руприхт это девятка он поим кашный я планирую сейчас подойти к остру пытаясь его поджечь 2600 противники отлично подхиливают за счет 3 взятых плюсиков основной калибр поддержка и этот бой даже не с кузнецом ребят ну вот скажите какой корабль может на девятом уровне то что тольятти нет ни один не буки не донской не брендизи это не 9 уровень тольятти это практически десятка однозначно строитель вытащить этот корабль а вот стоит ну и подойдет игрокам которые умеют играть на зао на комиссарах на чем-то достаточно картонном но с пушками высокого уровня и с хорошим маневром руприхт ловит торпеду уже 280 я пока останавливаюсь за остром будем делать карусель понятно что руприхт скинул свои пачки торпеда манья на ход и да у тольятти нет гапа это его недостаток в эпоху китоками и кучи торпедных смен сама будет где-то тяжело а еще в отличие от донского этого корабля есть глубоководные ну вернее ли удар бочек и если донской не может скинуть пол тот альятти способен это сделать на расстоянии и при этом бочки вам пригодятся для того чтобы кидать за острова и видеть трассеры вражеских по и понимать где противник это тоже круто и в брендиде пока что есть не ошибаюсь нету бочек него тоже бомбы ну по крайней мере на венеции там бомбы это все конечно поправят добавят им и немцам и итальянцам авиаудар но пока вот так 290 тысяч остается последний бисмарк с которого надо вытащить 22000 хп это будет 300 ребят 300000 с семерками да это низкий уровень но поверьте и с десятками тольятти нагибает и здесь фишка даже в колоссальном уроне в том что из семерок то вытащить 300 тысяч это сложно у них нету хп но здесь я смог это тольятти это пикировки такие лавик этой стадели этот корабль может вообще все поджигать выживать выбивать тадели кидать торпеды рлс уничтожить эсминцев просвечивать себе какой-то путь кидать бомбы в подлодку на расстоянии берите обязательно это лютая имба и еще на 40 дней вы получите задачу плюс 200 процент к фарму и ваш порт пополнится ресурсами бро понравился гайд подписывайся на мой канал тольятти 310000 лучший крейсер с девятого уровня всем спасибо пока пока 410000 лучший крейсер с девятым лавиком